привет друзья поздравляю вас всех с моим днем варенья и стараюсь всегда отмечать каждый свой день особенно дни варенья каким-то достижением или ударной тренировкой или принести кому-то пользу вылечить и так далее вот и вам хочу сейчас предложить несколько мыслей полезных мыслей значит очень много есть проблем бывают с телом бывают болезни но поверьте мне вы думаете что это сложно что это надо идти к врачу что это опасно или страшно но хороший целитель который изучает скажем 30 лет медицину и человеческий организм природу биологию как я до целитель который тщательно изучают все проблемы которому интересно это который любит это делать лечить исцелять который горит этим для такого целителя все ваши проблемы это минута решения и вы знаете и среди вас есть многие которые это знают что иногда решаю проблемы за минуту иногда за пять минут разговора решаем проблемы которые были несколько лет и они проходят через месяц вот и все то есть пять минут разговора месяц действий проходят хронические болезни друзья все ваши болезни все ваши проблемы с телом это моя специализация это для меня просто я не знаю как подвигать двигать пальцем понимаете как щелчок пальцами для меня ваши болезни поверьте мне и тут я узнаю что еще один мой друг у него ну серьезная там проблема нарушения с почками там ну все такое а почки в китайской медицине считаются самым главным органом тела для здоровья ну а зная его знаю как он пренебрегает как он пренебрегает моими советами как как он спорит со мной всегда о чем-то вот и не занимается собой своим здоровьем знаю как он живет я не удивляюсь что у него такие проблемы начались и для меня как ну на ладони просто лежит ответ как это решить все и я могу это сделать за пять минут беседы с ним но он ничего не будет слушать я это знаю поверьте мне друзья все проблемы с вашим телом это не что для древнейшей медицины для культуры которой много тысяч лет которую я изучаю это не не что поверьте поверьте мне и не поверьте а проверьте проверяйте потому что даже кто-то говорит там у меня рак там у меня то это кто советуется мы это убираем предотвращаем простыми методами простыми методами ничего сложного можете там травить себя химиотерапией и одновременно применить мои простые методы которые решат все и уберут гарантированно ну потом вы скажете что он да меня вылечили израильские врачи химией да даже чтобы от химии не умереть надо знать какие-то секретики как сопротивляться ядом как правильно выстраивать свой образ жизни свое кровообращение обмен веществ чтобы не действовали на вас яды это даже касается прививок ядов в прививках да как действовать как после укуса змеи да не буду сейчас вдаваться это секреты такие но вдумайтесь когда вас укусила змея или вас укусила какая-то тварь вот в облике человека ну думайте что делать ладно это другая тема а то меня заблокируют на ютюбе за это значит все ваши проблемы это просто раз плюнуть чтобы их решить и не думайте что я не прав лучше возьмите и проверяйте как многие это сделали и посмотрите отзывы на моем канале посмотрите отзывы какие вещи происходят и какие болезни проходят и это еще не все отзывы это только те которые я сохранил сделал скриншоты записал да сколько я не записал я вам просто рассказываю на словах вы можете не верить но то что вы не верите вы становитесь верующими не знающими не проверяющими а просто верующими это низкий уровень вера ничего если вы верите в ложь то вера ничего вам не даст если вы верите что я не могу вылечить благодаря своему опыту какую-то болезнь если вы верите в это значит вы заблуждаетесь вот и лучше мои друзья я всем хочу принести пользу лучше советуйтесь просто на пустом месте какой-то пустячок у вас возникает что-то ерунда вам кажется лучше посоветуйтесь потому что многие проблемы начинаются с пустячков а ключ ко всему да банальность да неправильный образ жизни потому что каждый день можно делать действие которое вас убивает если вы это делаете вы мне просто расскажите свой образ жизни если у вас болезнь проблема вы расскажите как вы питаетесь поговорим вот и я вам найду несколько ключевых ошибок которые вас закопают понимаете если вы не исправите их если вы даже не узнаете о них без меня возможно вы что изучали медицину день и ночь там 30 лет или что подумайте подумайте воспользуйтесь шансами выжить потому что несколько человек уже на том свете которые ну я видел что с ними происходит я видел как они живут я пытался помочь там спорил о чем-то рассказывал ну это это воспринималось как глупость да вот кто считает ученого глупцом да особенно врача целителя тот просто будет наказан своей же глупостью своей же которая его уничтожает постоянно так что обращайтесь к мудрости уважайте мудрость древних уважайте знания уважайте тех кто ищет знания для вас для вас а не для себя конечно для себя я тоже применяю эти знания я многого достигаю благодаря им да и сравним наши силы наше здоровье там наш возраст посмотрим на себя в зеркало да ну может быть что-то поймете зачем нужны мои знания да когда мне мои 48 мне дают 30 лет или да ну если я хорошо высплюсь еще меньше так что подумайте друзья стоит ли рисковать стоит ли так глупить чтобы обращаться к каким-то дурачкам которые пять лет поучились в странном университете и потом вы идете к ним лечиться вы что с ума сошли я тут 30 лет пашу для вас изучаю для вас для себя и вообще да чтобы спасти мир от болезней я этим горю я это все изучаю я могу решить любую вашу проблему ну а вы сидите и ждете там вы думаете ой я страдаю ой у меня какая-то болезнь ой мне плохо ой это неизлечимо я самый неизлечимый идиот ой человек в мире да перестаньте перестаньте вдумайтесь просто будьте разумными людьми потому что есть закон да идиоты должны умереть как говорил один мой учитель да это закон природы закон природы болезни там всякие вот я поражаюсь друзья я поражаюсь и многие меня хорошо знающие мои друзья близкие с которыми мы вместе там годами тренировались или общались они тоже не советуются со мной потом узнаю что у кого-то там блин операция что-то вырезали какого я ничего не знал уже полгода мне ничего не говорят полгода прошло потом операция вырезали и и усё ну дальше что делать ну поддерживать здоровье конечно тоже надо разумно и правильно дальше надо действовать правильно без прежних ошибок то есть прежние ошибки уже отрезали значит надо хотя бы новое знание взять чтобы не повторилось снова но лучше не запускать вот а кто-то вообще там заболел там раком потом отрезали что-то вырезали потом ужасное мучение годы мучений и всё и смерть да ну я поражаюсь друзья сколько лет я с ним разговаривал разговаривал на темы здоровья сколько лет я пытался помочь и всё как просто все эти плевки в лицо целителю который желает блага для вас они просто ну бессмысленны просто люди занимаются самоуничтожением не надо не надо спорить со мной то что я говорю то что я говорю я нашел для вас за 33 года активных поисков изучения не надо спорить хотите проверяйте я даю информацию вы можете ее проверить на научность на истину проверяйте ищите у вас будет 30 лет искать и проверять а у меня было да я сделал это для вас так что пользуйтесь друзья пользуйтесь пока не поздно потому что уже минимум три человека ушли в другой мир вот и что у них общего то что они не прислушивались абсолютно к моим словам то что они просто ну не уважали меня они просто думали что я пойду к врачам и мне все вылечат да но это не так это не так друзья ну я не знаю что вам еще сказать будьте разумными вовремя обращайтесь к опытным людям а что значит опытный человек как найти мастера или как найти достойного целителя ну подумайте что необычных необычных врачей надо лечиться и консультироваться а у как я всегда делал учиться и консультироваться у величайших академиков у величайших чемпионов мастеров китайской медицины у величайших людей этого мира целителей мальфаров и так далее если вы читали мои книги вы знаете о чем я говорю и с кем я встречался для того чтобы найти знания ну кто-то говорит что ой если у тебя много учителей то это плохо у тебя должен быть один учитель ну да я сейчас вернусь на 20 лет назад и найду одного учителя ну давайте вернусь на 20 лет назад и буду учиться у одного учителя так какого я учителя мог найти 20 лет назад вы вдумайтесь вот вы что в школе учились или нет в школе учились у одного учителя я думаю что если кто-то так делал он остался идиотом навсегда потому что ну дай бог если вам повезет найти такого одного мастера который даст вам все который даст вам и деньги и профессию вот и все предметы все знания нет такого мастера друзья и учиться у одного учителя это тупой бред который уничтожает просто вашу жизнь и ваши разумы и ну вы становитесь ограниченными фанатиками неразносторонними да можно учиться у нескольких учителей одновременно можно учиться у одного учителя и всю жизнь да ну параллельно изучать и другие знания вот если я прихожу к мастеру и он мне говорит что я один учитель здесь в этом мире а другие все говно ну вот такие мастера меня не интересуют они они не мастера они просто собирают себе лохов каких-то чтобы вот ну я не знаю с какими целями у каждого свои но нормальные мастера уважают других мастеров уважают своих учителей если я кого-то допустим ну редко бывает я вот не знаю как вылечить да то я направляю к своим учителям академикам мастерам китайской медицины и это точно они точно помогут потому что нет какой-то проблемы друзья поймите нет какой-то проблемы ну на которую нет ответа и вы что думаете что вы все знаете вы самые умные нет никто из нас не самый умный да и каждый знает что-то свое каждый специалист в чем-то своем если вы думаете что что у вас какая-то проблема и это все и вы все знаете насчет нее то вы ошибаетесь все знают насчет нее только специалист который скажем по здоровью по медицине знает ваше тело лучше чем вы в тысячу раз да ваше тело ваши обменные процессы что у вас происходит внутри я знаю лучше чем вы в тысячу раз примерно да не верите да ну проверяйте ну спросите у тех кого я лечил допустим даже не прикасаясь к нему и это подействовало через несколько минут спросите у тех кому я вылечил головную боль там за 20 секунд нажатием на пару точек спросите возьмите сами проверьте придите решите какие-то проблемы да вот проверяйте будьте учеными будьте исследователями не будьте идиотами просто что вот вы вы все знаете и вы верите в то что ну я я не могу вам помочь да это бред это заблуждение но есть еще такой принцип что если допустим я решаю какую-то проблему для вас другим людям я решаю проблему это у меня получится еще лучше чем себе решить эту проблему ну я себе решаю проблемы по здоровью и не только и что касается целительство исцеление от болезней вылечил сам себе когда-то в 20 лет пять хронических болезней но когда дело касается духовного уровня да то свою карму мы не всегда можем преодолеть свои какие-то ошибки да я не святой может быть да я не может быть я не лучший в мире целитель ну не факт вот а может быть и факт что я не лучший в мире целитель я не знаю это сомнительно для меня но я так подозреваю что мы сами не всегда видим не все свои ошибки поэтому я тоже усердно учусь у мастеров дальше ищу их да и в любом возрасте у тебя должен быть живой мастер с которого ты берешь пример у которого ты учишься в любом возрасте даже одного моего мастера наставника великого у него которому 80 чем-то лет он говорит что у меня мастер которому 100 лет живет в горах китая вот так вот так что если у вас вообще нет наставника духовного наставника или целителя которому вы верите значит вы просто проживаете свою жизнь в темноте вы просто живете и тратите свою жизнь пустую вместо того чтобы раскрыть свои невероятные возможности невероятные вот а какие какие невероятные ну почитайте мои книги посмотрите мои клипы на ютюбе и поймете насколько невероятные да значит друзья я хочу вам помочь я хочу вам добра поэтому не выделывайтесь и если у вас есть проблемы обращайтесь не ждите пока они вас прикончат потому что мне очень больно что сейчас друг один баран в больнице который дальше продолжает не прислушиваться к моим советам хотя я мог бы его вылечить простой водой я знаю что он пьет я знаю как он пьет и я знаю что можно его вылечить простой водой и если вы сомневаетесь в этом то посмотрите фильм который называется вода посмотрите о том как лечат просто водой это целое направление медицины народной медицины то есть извечной самой традиционной вот нетрадиционная медицина какая-то ну новая нетрадиционная это таблетки все эти дурацкие которые тоже получают из природы то есть надо смотреть в корень смотреть в суть вам сказали вот таблетка да а я вижу состав этой таблетки и я вижу откуда ее получили из какого растения вот я вижу где оно росло и благодаря чему вас можно вылечить не этой таблеткой а этим растениям еще быстрее еще лучше да потому что если человек болеет серьезной болезнью ну например там раком лейкемия там еще что-то и его помещают в изолятор то есть в робик такой в палату в белую палату и где в здании где куча больных людей вот и он лежит в этой палате и гарантированно он там окочурится просто умрет от того что там вот эти вот мысли страдания там стоны боль инфекция там микробы еще додумались инфекционных больных свозить всех в одну больницу да и потом их вместе всех там лечить да их только прикончить там всех вместе можно чем они вылечить они друг у друга заразятся разными инфекциями потому что каждый инфекционный должен лечиться у себя дома или в отдельной палате подумайте друзья если вы биологи врачи химики вы меня хоть поймете что я говорю если вы думаете что я бред говорю значит вы ничего не понимаете в медицине здоровье вы ничего не понимаете в этом и любой постулат который я вам говорю я могу доказать ссылаясь на великих ученых потому что ну допустим и в религии считается если человек что-то болтает и не может привести доказательства не может подтвердить свои слова значит он просто глупец поэтому я изучаю современную науку и древнюю науку я изучаю давно и с интересом я горю тем чтобы помогать людям я горю тем чтобы исцелять чтобы исцелить этот мир чтобы был мир на земле я горю этим всю жизнь и мне я могу сказать это чистой совестью в свои свой день рождения в свои 48 лет сейчас я говорю это чистой совестью поэтому не теряйте время друзья кто понял что я сказал у кого есть проблемы кто хочет решить их да потому что это не все не все хотят их решить я вижу как люди ну подвергаются какому-то сумасшествию они заболевают и потом они умирают идут по карме идут по конвейеру просто по конвейеру никто ну мало кто хочет думать мыслить включить мозги и задуматься начать искать искать решение проблемы а человек который не ищет сам сам не ищет он не победит серьезные болезни и проблемы такие как рак допустим тут надо самому начать пробуждать свой разум разум рак разум надо пробуждать и тогда начнется исцеление эх друзья значит помните что я есть помните что я это изучаю не только для себя но и для вас в основном мне не надо эти ну все там знания как все болезни лечить мне для себя достаточно одно здоровье одну мудрость настоящую одну природу мне достаточно знать и познавать мне не надо знать как тысячи болезней лечить я узнаю изучаю это для вас для других эти знания я изучаю ну конечно мне тоже интересное я думаю что в будущем вдруг мне пригодится там какие-то моменты чтобы себя вылечить но в основном я это изучаю чтобы исцелять мир исцелять других исцелять вас других от слова друг вот так что друзья не шутите с этим не глупите и я вам дам я вам дам надаю по ушам если вы не будете со мной советоваться и будете там фигней своей заниматься когда если что-то заболит или что-то не так обязательно друзья советуйтесь со мной вы получите много чего такого чего вы даже не знали еще в жизни потому что не все каждому человеку знать у каждого своя специальность у каждого свои интересы и своя специализация вот так так что всем счастья здоровья всем благословений и да пребудет с нами сила друзья пробьемся все будет хорошо мир спасем природу освободим от своего присутствия да мы к этому стремимся мне кажется нас природа кажется программирует на то что давайте лучше люди нафиг пошли нафиг отсюда вот и будет всему миру лучше да ну нет значит как правило нафиг природа посылает ну самых таких самых глупых то есть отсеивает отсеивает природа самых глупых грешных гордых вот которые заблудились в своих проблемах и тупо бьются головой об стенку в одном месте и когда к ним подходишь и говоришь что эй друг ну дверь рядом хватит биться об стенку но он посылает тебя нафиг просто и все ну и ты конечно уходишь сам и позволяешь ему биться головой об стенку дальше ну что же делать не будешь же все время доставать мешать человеку биться головой об стенку так что друзья я не мешаю вам биться головой об стенку вы можете делать все что угодно ну вы меня услышали и мои советы услышали так что в любой как говорится в любой непонятной ситуации эволюционируй ну то есть обращайся ко мне или обращайся к мастерам великим мастерам академикам ну конечно надо иметь тоже умственный уровень чтобы понять что надо учиться у мастеров надо проходить у них семинары мастер-классы обучение по много лет да надо согласен тут что надо у одного мастера учиться много лет ну может быть потом у другого мастера много лет чтобы достичь мастерства в его искусстве чтобы он сказал тебе что ну вот ты уже да понял что то и ну если вы понимаете человек нашел молодой человек там пятнадцать четырнадцатилетний да пятнадцатилетний нашел одного учителя и учится у него всю жизнь то во первых ну надо быть гением вообще супер супер гением Эйнштейн нам ну Эйнштейн не гений ладно он атомную бомбу создал я считаю его вообще не буду вообще говорить это слово так вот так вот в четырнадцать лет ты нашел себе наставника да ну тебе вообще повезло ты нашел допустим академика Норбекова в четырнадцать лет вау кому так еще повезет вот и ты всю жизнь с одним наставником у него учишься там сорок лет одного наставника ну тебе повезло что ты такого нашел в четырнадцать лет ну ты ну вообще почти нет шансов чтобы всем так повезло да поэтому если ты в четырнадцать лет нашел бы какого-то идиота и потом учился у него сорок лет то ты тоже стал бы идиотом потому что какой подросток в четырнадцать лет способен себе найти правильного учителя скажите так вот не надо судить других там за то что они там у них не один учитель а много вспомните вы учились допустим вы нашли в четырнадцать лет одного учителя и все у него учитесь да и не отходите от него ну ну а может вы в школе даже не учились вы ходили только к нему да ну в школе же вы учились и у вас там было тоже много учителей других а потом в универ пошли ну у вас наставник супернаставник там мастер нарбеков которого я очень уважаю и учусь и стараюсь понять вот и ну допустим у вас такой наставник и вы потом после школы в университет поступили но он же не скажет вам даже он не скажет вам что вы дурак потому что вы учитесь в университете а не учитесь только у него понимаете да то есть я не согласен с тем с теми кто говорит что ты должен учиться у одного учителя всю свою жизнь вот и все и не ни на кого не смотреть больше нигде больше не учиться не становиться там учеными ни академиками ни сантехниками потому что один учитель у вас и вы не можете стать сантехником потому что чтобы стать сантехником надо пойти к другому учителю вот незадача да поэтому мыслите здраво друзья мыслите думайте наблюдайте вот и тогда все будет хорошо ищите знания раскрывайте свой разум потому что разум происходит от слова солнце солнце не светит в одном направлении солнце светит во всех направлениях оно освещает все оно смотрит везде оно пронизывает все оно даже пронизывает ваше тело насквозь когда вы загораете вот так вот вы это знали нет вы это не знали потому что нас учат совсем по-другому и мы не знаем в детстве в школе нас не учат насколько весь мир это одно целое взаимопроникающее друг в друга то есть насколько мы пронизаны как электрическими магнитными полями так и биологическими биополями торсионными полями насколько мы пронизаны насколько этот мир есть одно целое на уровне полей так что друзья много еще чего вы не знаете и не надо тут думать сейчас что вот слышишь самый умный нашелся я делаю это для вас для того чтобы вам помочь для того чтобы вас исцелить и сделать вашу жизнь лучше ну в том числе и свою конечно же вот так так что вот такой сегодня для вас у меня подарочек на день моего варенья тортики кому нужны тортики тортики будут да а кому не нужны тортики питайтесь лучше вот такой духовной духовной пищей и старайтесь ее переварить переварить и усвоить и еще получать больше 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 на моем ютюбе на моем канале все что я даю это то что может быть когда-то спасет вашу жизнь если вы вспомните в какой-то ситуации обо мне и наберете да у меня даже был один скажем так друг учитель который помогал мне допустим в некоторых проблемах исцелять там кое-что по телефону просто по телефону и все ну это уже отдельная другая тема ты не поверишь как говорится ну и верить не нужно нужно просто проверять друзья не надо быть верующими доверяющими потому что 99 процентов людей сейчас находятся в полном бреде в полной лжи 90 ну 99 процентов в религии людей которые говорят что они в религии на самом деле они находятся в полной лжи и в полном непонимании того что происходит может быть один процент людей на земле один процент людей на земле на самом деле понимают что такое духовность религия что это такое ну а может быть и меньше ну как говорил тот же распиаренный Эйнштейн что 2 процента людей всего лишь умеют нормально мыслить и все эти и поймите что все эти болезни какие-то болезни это причина только одна причина ну я через боль это говорю я смотрю на своих друзей которые умерли от сложных болезней я смотрю на их жизнь что они делали с собой как они забили на свое здоровье и как они плевали на советы которые когда я хотел их вернуть на правильный путь вот я говорю это через боль но причина болезней это чрезвычайная тупость тупость людей поймите вы не поверите да но я это вижу чрезвычайная тупость людей в нашем обществе это просто ужасно ужасно жить и видеть вокруг себя 90 процентов мертвых людей которые которые которым наплевать на духовность на религию на здоровье которым наплевать на свое будущее вот молодежь которая живет как хочет их научили вернее ничему не научили их просто подсрачник им дали в школе и отправили идите нафиг значит хоть убейтесь хоть вы сдохните и живите как хотите и ешьте что хотите и ищите что хотите в этой жизни подсрачник в школе и сказали что вы сами можете вы сами умные вы сами все знаете это самый большой обман то есть просто уничтожают людей вот этими псевдонаучными школьными знаниями и говорят им что это уже все и вы все знаете полный тупой бред кому хотя бы там 30 лет а не а не 18 тот уже понимает что 18-летним он был просто как идиот ну ничего не знал ничего не понимал даже через 10 лет после школы уже ты можешь понять что после школы ты ничего не знаешь да и вот обидно за такую тупейшую систему на которой построена жизнь людей которые являются верующими не проверяющими эту науку и факты не не мыслящими о том что она говорит эта наука и что она внушает а просто тупо верующими в то что это все правда ну будьте учеными друзья будьте Менделеевым там будьте гениями потому что Менделеев когда создавал свою таблицу Менделеева он включил туда духовное понятие он включил туда элемент эфир который потом выбросили из его таблицы Менделеева ну и вот благодаря этим так сказать не буду говорить кому поймите что происходит когда гений создает науку или религию да и когда он дает пытается дать ее другим то появляются самые активные как правило сумасшедшие ну неуравновешенные психические неадекватные которые считают себя воинами да они берут его религию записывают куда-то в какую-то книжку и потом начинают этой книжкой всех молотить и говорить вот здесь так написано вот наш пророк сказал наш значит святой все уже сказал что в мире есть и теперь вы должны быть одинаковыми все должны выполнять и никакого значит никаких отступлений никакого развития да даже дерево из маленького росточка оно вырастает потом в то что даже не похоже на этот росточек в тысячи раз больше становится это дерево а на семечко так это вообще не похоже ну и вот это нежный росточек какой-то новой религии которая возникает и потом его значит он вырастает в что-то вообще что ну не похоже на эту религию и поэтому 99% людей пребывают в полной тупости и в полном заблуждении и вот эти воины животное начинают потом всех убивать и говорить что наша религия самая истинная как происходило и с индейцами Америки да всех поубивали просто тупо вот эти вот психбольные посла засланцы засранцы из Европы просто уничтожили древнюю мощную культуру индейцев просто потому что они более организованные более технологичные твари благодаря таким ученым как Эйнштейн да вот и думайте что такое наука почему в религии ученых раньше убивали просто как бешеных собак я почему-то как-то начинаю это понимать эх друзья друзья в каком мире мы живем но мы должны развиваться мы должны расти да в каждой непонятной ситуации эволюционируем чтобы мы не пришли потом к тому что я вам рассказываю о духовности о религии о чем-то еще а потом возникнет какая-то там организация да и потом какие-то твари воспользуются вот этими знаниями и начнут потом опять всех уничтожать неправых которые не согласны ты что не согласен быть гармоничным человеком да сейчас мы тебя подправим на виселице да вот так что любая любое учение такое оно создается живыми мудрыми гениями или пророками как говорится которых было тысячи на этой земле как говорится даже в религиях тысячи пророков они были есть и будут вот и религии создаются такими святыми людьми а потом подхватываются стадом обезьян которые их просто искажают и уничтожают на части разрывают на части потом они разрывают друг друга на части из-за этого как просто ужасно что происходит сейчас войны почему почему воюют люди потому что они не понимают друг друга потому что они застряли на уровне слов на уровне материальности воюют за материальные предметы за слова но так как они у них недостаточно разума они не понимают суть этих слов так что пророки говорят говорили что бог есть любовь любите друг друга ну да сейчас сейчас мы начнем любить друг друга да стада бешеных обезьян с автоматами да спорящие каждый за свое так и не поняли этих пророков что они говорили допустим я есть путь истина и жизнь что это значит что духовность это путь познание это истина то есть познаем познавать надо истину надо быть на пути к познанию истины а не каких-то там заблуждений верить или не верить и жизнь путь истина и жизнь а жизнь это и есть то что называется природа бога одно из главных качеств бога это жизнь жизненная энергия и поклонение жизни это и есть поклонение богу и поэтому убийство других людей не имеют ничего общего с духовностью как бы под каким бы соусом это не подавалось путь истина и жизнь но мало кто понимают эти слова пророков друзья ну а что касается здоровья поймите путь к истине проверяйте это не будьте верующими во что-то проверяйте ищите истину и правду во всем вот и жизнь это приведет к жизни к улучшению здоровья улучшению жизненности жизненной энергии появлению сверхспособности потому что вот говорят что такое сверхспособности сверхспособности да это нормально для нашей природы вот причина почему у многих людей нет сверхспособности я опять вам скажу вы уже поняли это чрезвычайная тупость понимаете сверхспособности будут там где есть сверхразум сверхразум надо развивать никто не говорит что вот я тупой мне надо развивать разум а это так я всю жизнь это про себя знаю что я говорю себе с детства я глупый мне надо всегда становиться лучше развивать свой разум вот благодаря чему можно вырасти вот когда будет сверхразум вот тогда будут и сверхспособности тогда будет и сверх религия в тебе сверхдуховность потому что если нет разума разум не развит видите слово похоже развити разум развитие разум разум! И будут вам сверхспособности, что я изучил, сколько всего изучил и пытаюсь вам давать для того, чтобы развивать философское мышление, разум и потом сверхспособности. Но так мало кто хочет делать что-то. Сидят у себя где-то в кабинетах и чешут свою репу. Так и трудно пошевелиться, сделать несколько упражнений и выучить вот эти секреты Востока, секреты бессмертия, долголетия, которые есть и в даосских практиках, и в других, которые я изучал для вас. Для того, чтобы передавать вам вот эти секреты даосской алхимии. Вот. А вы что? Вы сидите, стареете, деградируете, мышцы уменьшаются, лысина появляется. Даже те, кто моложе меня, да я вижу. Ну просто дурдом. Просто поймите. Отсутствие сверхспособности и сверхразума полнейшее причём. Полнейшее. Так что, друзья, я хочу, чтобы вы развивались. Почему? Потому, ну мне что ли всё равно, да? Нет, я хочу, чтобы мои друзья, те, кто меня слышит хотя бы и, может быть, являются моими друзьями, чтобы у вас всё было хорошо, чтобы было больше мудрых, мыслящих людей. Вот. Будет сверхразум, будут и сверхспособности. Вот. И тогда всё будет хорошо. Будет и здоровье. А какие сверхспособности без здоровья, когда у человека не хватает ума даже, ну создать себе нормальное тело, комфортное, здоровое, чтобы в нём жить хорошо. Не хватает ума даже заниматься своим телом нормально. Какие нахрен сверхспособности? Вы что, издеваетесь? Зачем идиоту сверхспособности? Что он будет с ними делать? Убивать всех вокруг? Так вот, когда будет поклонение жизни, то есть истинная религия, когда у вас будет поклонение жизни, когда вы начнёте поклоняться жизни в своём теле, когда вы начнёте правильно заботиться о своём теле, поддерживать здоровье, жизненную энергию, то есть ци или прану, как говорится, заниматься цигун, тайчи цигун. Когда вы будете работать со своей энергией, знать её, вот туда будет поклонение жизни, вот туда будет настоящая духовность, настоящая религия. А пока вы забиваете на своё тело, на своё здоровье, на своё развитие энергетики, вы забили, значит, у вас не может быть никакой религии, о чём бы вы языком не трепались. Языком можно пытать о чём угодно, это ничего не значит. Нужна практика для того, чтобы была духовность. Практика — поклонение жизни, путь к истине, путь, истина и жизнь. Помните эти слова, да? Кто сказал? Правильно, Христос это сказал. И много чего ещё сказал Он. Совершенствуйтесь и будете совершенны, как Отец Наш Небесный. Совершенствуйтесь. Вот так вот. Ну а о чём ещё можно сказать, друзья? Кто меня услышал, кто меня понял, слушайте, читайте книги, слушайте мои лекции, беседы, потому что это спасёт вам жизнь. И вы поймёте в будущем это. Допустим, молодёжь, которая сейчас пытается тоже со мной спорить где-то на Фейсбуке, вот они там живут как-то, как хотят, они поймут правоту древней мудрости, древней культуры, они поймут лет через пятьдесят, когда окажутся где-то больными на мусорке или в доме постарелых, в лучшем случае. Вот. Больными, одинокими, психами-одиночками. Поэтому надо объединяться, надо объединяться и перестать быть психами-одиночками, сидеть там, скажем, в моём чате, сидеть там молча и ничего не читать, даже ничего не писать. Ну просто тормозить и думать, что вы получите какую-то пользу от моего чата, если вы будете там просто торчать. Да никакой пользы не идёт речи. Польза получается, когда вы начинаете же сами двигать челюстями, переваривать то, что я говорю, то, что я даю. Вы начинаете переваривать, двигать своими мозгами, челюстями, извилинами. И тогда начинается польза, когда вы получаете собственный опыт. Ах, какие сверхспособности, друзья! Хотя бы посмотрите на моём YouTube несколько лекций об этой теме, о сверхспособностях, о том, как их развить. Да всё просто, всё просто. Если вы адекватно живёте, адекватно следите за своим здоровьем, адекватно общаетесь с природой, не будет никаких преград для вашего развития. Любите природу, потому что это есть путь истины и жизнь, это есть жизнь, жизненность. Любите природу, любите природу в тебе, то есть свою природу. Развивайте её. Что я вам, что-то плохое говорю? Я что, вас к чему-то плохому стремлю или что? Я вам говорю, любите себя и свою природу. Это есть любовь к Богу. А познание себя, говорится в религии, кто познаёт себя, кто познает себя, тот познает Бога. Всё просто. Познавайте, развивайте свой разум, интеллект. И естественный свой интеллект, природный интеллект. Да, а не искусственный интеллект, сидя в компьютере всё время. То есть развивайте природный свой интеллект, своего тела, интуиции, общение с природой, прогулки, тренировки на свежем воздухе, в лесах, в горах, на море особенно. Да, вот тогда это будет, тогда будут и сверхспособности и всё остальное. Вот и всё, всё, что я вам хотел сказать. Кто дослушал, тот молодец. Кто не дослушал, ну, царство им небесное. В общем, что я могу ещё сказать? Своим путём, по своей карме пойдут. Потому что карму меняют. Это знают все религии, все духовные учения. Что карму, судьбу меняют только знания, только мудрость. Вот что меняет судьбу, карму. Карма значит в переводе «действия». Только знания могут поменять ваши действия. И только когда вы поменяете свои действия с помощью мудрых знаний, тогда начнёт меняться жизнь, начнёт меняться здоровье и тело. И вот как я исцеляю в большинстве случаев. Я просто указываю на ошибки в образе жизни. И тогда человек, если соглашается и начинает работать над собой, и менять какие-то привычки маленькие. Ну, маленькие привычки, например, пить воду из крана. Это всё, это конец уже. Если человек пьёт воду из крана, то ему долго, как говорится, его уже ждут там за углом. Не дай Бог, поймите, что такое природа. И если вы не чувствуете это ещё, то просто поверьте сейчас. И это приведёт вас к тому, что вы почувствуете это. Просто общайтесь почаще с природой, и пейте нормальную водичку, и дышите чистым воздухом. Боже, надо... Что я говорю? Надо ещё доказывать людям, что надо пить чистую водичку. Мир сошёл с ума. Это бред просто. Нужно доказывать людям, что надо пить чистую воду, а не помоя из крана. Да поизучайте химию, да поизучайте, что в этой воде из крана находится. Если есть разум, то вы поймёте то, что я говорю. Эх, друзья, друзья. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ладно, всё. Счастья, здоровья. Увидимся я здесь, если что. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.